Библейский портал экзегет.ру представляет Третий псалом для библейского портала экзегет, читаю его в переводе Российского библейского общества. И третий псалом у нас с вами продолжает ту линию, которая была начата первым и вторым. Вроде бы псалмы самостоятельно, каждый из них можно прочесть совершенно отдельно, законченное произведение. Но в них есть развитие от одного к другому. Переходы часто не случайны. Не говорю всегда, но часто. А первый псалом был такой взгляд вообще, как устроен этот мир, праведники и грешники. Второй делает фокус на государстве для древнего Ближнего Востока. Понятно, что в христианской традиции он воспринимается уже в ином ключе, как пророчество о Христе, о Мессии, о помазаннике Господнем, который будет управлять всем этим миром. Но изначально его контекст, он связан именно с Иерусалимским царским престолом, вот с этим царем, который видит себя помазанником, наместником Бога. И если он соответствует этому образу, то Господь ему, собственно, покоряет весь мир. На практике, конечно, это не до конца происходит. Но это такой вот чуть более узкий и конкретный взгляд, чем первый псалом, который вообще про устройство этого мира говорит. Но ведь псалтирь – это книга молитвы, а молится конкретный человек. Вот третий псалом – это псалом конкретного человека. Более того, у него есть подзаголовок. Псалом Давида служен, когда Давид бежал от своего сына Авессалома. Что это такое? Ну, это конкретный эпизод в истории, он описан в книгах царств. Давид, он бежит не просто от врага, не просто от мятежника, но от своего сына. Насколько это печально. Сын восстал на него, сын хочет его убить, отнять у него царство. И, ну, если бы там чужеземное нашествие, это, наверное, было бы гораздо проще пережить, чем такое отношение со стороны своего сына. Прочитаем псалом, потом прокомментирую его. «О, Господь, сколько врагов у меня, многие против меня поднялись, многие говорят про меня, Бог его не спасет». Музыка. «Но ты, Господь, щит мой, ты слава моя, ты даешь мне голову гордо поднять, громко Господа я призову, из горы своей святой отзовется он». Музыка. «Я ложусь, и сплю, и встаю, Господь мне силы дает, не страшусь я полчищ людских со всех сторон окруживших меня. Вступись, Господь, спаси меня, мой Бог, сломай челюсть врагам моим, выбей зубы злодеям. Спасение придет от Господа, благословение твое на народе твоем». Музыка. Ну, вот это слово «музыка», которое здесь появляется, по-юрлейски «села», мы на самом деле просто не знаем, как его переводить, это явно какое-то обозначение, связанное с манерой исполнения псалма. Если взять, скажем, современные богослужебные книги православные, да и не только православные, там будет много таких странных слов и выражений, которые не будут понятны, если не знать какого-то конкретного материала. Что такое «нахвалить их» и так далее. Вот что-то такое, мы просто не знаем, как было устроено богослужение в Иерусалимском храме, поэтому это слово «села» для нас бессмысленно. Вот РБО, библиотеки общества, переводят его как «мозыка». Вероятно, здесь какая-то была пометка, связанная с манерой исполнения, поэтому можем не особенно обращать на него внимание. А вот теперь интереснее, почему, как вы думаете, здесь дан такой интересный исторический момент? Давид бежит от своего сына Ависалома, но ведь псалом не про это. Здесь не сказано, вот мой сын, я его там воспитал, а он на меня восстал. Абсолютно нет. Псалом как бы общий. Много врагов против меня восстают, но Господь меня защитит. Вот даже трудно сказать, этот псалом действительно совершен, написан Давидом, когда он бежит от своего сына, и в дороге он сочиняет этот псалом. Тогда понятно, настолько для него это горько и обидно, что он не хочет говорить о своей конкретной беде, о своем сыне Ависаломе, он говорит вообще о врагах. Или, допустим, здесь просто автор вкладывает эти слова в уста Давида. Давид тогда лирический герой, он тот, кто молится подобным образом вот в такой самый горький, может быть, момент своей жизни. Мы не знаем точно, но на самом деле, я думаю, и то, и другое вполне справедливо, потому что кто-то когда-то действительно испытывал эти чувства, почему бы не Давид. А с другой стороны, эти слова, они стали общими словами молитвы всех, и значит, это отвязано уже конкретно от Давида, от Ависалома, это уже любой человек может о себе сказать. И смотрите, ведь проблема, которая здесь изложена в этом псалме, она не просто в том, что много врагов. Сколько врагов у меня, многие против меня поднялись, многие говорят про меня, Бог его не спасет. Да, то есть то, что у нас много врагов, это понятно, это бывает. Но в данном случае эти враги, они еще отрицают, что Бог спасает нашего героя, нашего псалмопевца. И вот это для него может быть самое трудное, потому что, а вдруг они правы? И вот здесь начинается некий внутренний диалог. Во втором псалме у нас диалог был исключительно внешний. Вот были восстающие на царя какие-то люди, был царь, который был уверен в том, что Бог его спасает. А здесь человек говорит сам с собой, он говорит, на меня восстали, против меня пошли, и говорят, Бог его не спасет. А вдруг правда? И тут же он сам себе отвечает, ты, Господь, щит мой, ты, слава моя, ты даешь мне голову поднять, я ложусь и сплю и встаю, Господь мне силы дает. То есть, вот тот самый момент сомнения, который он здесь преодолевает. Есть в этом псалме слова, которые смущают, хотелось бы, чтобы их не было. Сломай челюсть врагам моим, выбей зубы злодеям. Но нехорошо ломать людям челюсть. Ну, понятно, что мы можем это как-то истолковать иносказательно. Челюсть, зубы – это то, чем они меня схватить пытаются. То есть, это не буквально ударь их сильно по зубам, так, чтобы там все вообще полетело в дребезги, а лиши их возможности меня терзать. Вот челюсть, зубы. Но я боюсь, что это все-таки не совсем то, что имелось в виду в буквальном тексте, в изначальном тексте, в его буквальном прочтении. Потому что для человека того времени действительно достаточно важно победить физически. Да и сегодня это так для многих. Но вместе с тем он говорит, не я выбью все зубы своим врагам, а ты, Господи, сделай это. То есть, смотрите, здесь он фактически отказывается от личной мести. Не то, чтобы Давид, например, в момент, когда он боролся с Весаломом, своим сыном, был таким пассивным, сидел там где-то в уголке, молился, пока все само собой не прошло. Вовсе нет. Он готовился к сражению, он там бежал из Иерусалима, собрал свою армию, вышел потом на это сражение с этой армией, победил. Правда, сам он не вышел, но армия за него отправилась. То есть, это не пассивность, это не такое состояние, которое очень часто у людей бывает. Ну, Господь все управит, то есть, вот я так сижу и абсолютно ни на что не реагирую. Но при том, что он достаточно активен, наш автор или наш лирический герой, он понимает, что это все приходит от Бога. То есть, это не результат его усилий. И в каком-то смысле вот эти молитвы, они не просто молитвы, готовые, которыми можно помолиться в момент, когда, например, на тебя нападают, когда множество врагов на тебя ополчилось. Да, это бывает в жизни. Но это еще и некоторая проповедь, пусть поэтическая проповедь. А кто эти враги, кто, собственно, их побеждает? Нет, ты или сам, или это происходит с помощью Божией. Или даже не то, что с помощью, а это Господь совершает твое спасение, спасение придет от Господа, а ты всего лишь человек, который о нем просит. И завершение этого псалма «Благословение твое на народе твоем» нас как бы возвращает к второму псалму или даже к первому, где тоже собрание, где тоже народ, потому что псалтирь, при том, что в ней очень много личного, очень много индивидуального, это не такой вот сборник текстов для сугубо домашнего употребления. Это сборник молитв, который предполагает принадлежность к этой общине, к собранию праведных, как это названо в первом псалме, к народу Израиля, и все, что происходит с человеком, происходит с ним как с частью этого единого народа, и поэтому в конце этого псалма он об этом говорит. Но мы уже с вами смотрим на эти первые псалмы как на некоторые взаимосвязанные тексты, которые перетекают один в другой. Но смотрите, вот человек говорит, Господь, спасение мое, Господь, спасение мое, Он меня избавит, все у меня будет хорошо. А если это не сразу? Вот об этом будет четвертый псалом.